Яндекс.Такси один из самых популярных сервисов вызова такси в нашей стране И, наверное, среди вас тоже найдутся те, кто часто им пользуется И, как понятно из названия, этот сервис принадлежит российской компании Яндекс На самом деле у компании очень много разного рода услуг И одним из самых главных является одноименная поисковая система И, кстати, она считается самой популярной в России В четвертом квартале 2021 года 60% поискового объема приходилось именно на Яндекс А доля Google составила всего 38% В этом видео мы с вами немного поближе познакомимся с деятельностью компании Яндекс И пройдемся по ее финансовым показателям После чего мы с вами постараемся вычитать справедливую цену за одну акцию компании И решим, стоит ли сейчас инвестировать в акции Яндекс Всем привет, меня зовут Ярнар и это канал про инвестиции, личные финансы и финансовую независимость Если вам интересны эти темы, то обязательно подписывайтесь на этот канал И на мою страничку в Инстаграме, где я тоже выкладываю много чего полезного и интересного Так что увидимся и там Как вы, наверное, заметили, я перебрался в новую студию И за это спасибо моим коллегам Батру и Алибеку Они поддерживают меня и других кредитров в сфере образования финансовой грамотности А также и сами широко освещают тему финансовой грамотности и инвестиций специально для граждан Казахстана Так что рекомендую подписаться на их Инстаграм и Ютуб Ссылки будут в описании под видео Кстати, я подумал полноценно вступить в их команду Invest Study И хотел бы услышать ваше мнение Так что можете написать в комментариях внизу Итак, вернемся к Яндексу Это технологическая компания, которая создает интеллектуальные продукты и сервисы На основе машинного обучения Компания работает в таких сферах, как такси, медиасервисы и много чего другого Но основным источником дохода является онлайн-реклама Но, как и сама компания отмечает, рынок онлайн-рекламы очень конкурентный И значительные изменения в самой отрасли или же в предпочтениях пользователей Могут негативно сказаться на их финансовых показателях Потому-то компания приступила к реализации стратегии диверсификации своих источников дохода И расширению привлекательности своей экосистемы Сейчас их бизнес можно разделить на несколько сегментов Поисковая система и сопутствующие сервисы вроде «Погода», «Новости», «Голосовой помощник Алиса» Доля от общей выручки в 2020 году составила 57% Сервис такси, который работает в 16 странах Сюда также входят Яндекс.Еда, Яндекс.Доставка На долю этого сегмента приходится 31% от общей выручки Яндекс.Маркет – платформа для онлайн-торговли, где можно найти широкий ассортимент товаров Он приносит чуть больше 6% от всей выручки Медиасервисы, куда входят Кинопоиск, Яндекс.Музыка, Афиша и Студия Они приносят почти 4% от выручки компании Сервис объявления Включает в себя сайты объявлений, как автай.ру, Яндекс.Работа и другие На ее долю приходится почти 3% от выручки Ну и напоследок, у них еще есть экспериментальный сегмент Который состоит из относительно маленьких проектов Типа Яндекс.Цен и Яндекс.Облако Они приносят чуть больше 5% от всей выручки Если взглянем на цену за акцию, то за последние 5 лет Она поднялась с почти 25 до 45 долларов То есть на 83% это примерно 13% в год Но если смотреть на последний год, то акции в минусе на 35% В ноябре 2021 года на своем пике акции Яндекс стоили 8-6 долларов Теперь пройдемся по финансовым показателям И посмотрим, какая там динамика Рыночная капитализация Яндекс сейчас составляет 16 миллиардов долларов А P&E компаний за последние 5 лет составил почти 73 По сути, это значение показывает, сколько готов заплатить инвестор За 1 доллар прибыли компании Можно сказать, что чем выше это значение Тем большего роста от компаний ждут инвесторы Следующий пункт в нашем списке Это Return on Invested Capital Или же рентабельность инвестированного капитала Это значение показывает, насколько эффективно компания использует привлеченные средства для получения прибыли Мы хотим, чтобы ее среднее значение за последние 5 лет было не меньше 9% У Яндекс он составляет 1,2% Это довольно низкое значение Компания не платит дивиденды А ее свободный денежный поток за последние 5 лет в среднем составил чуть больше 68 миллионов долларов А за последний год минус 277 миллионов То есть они ушли в минус Давайте посмотрим на динамику выручки компаний За последние 5 лет выручка выросла с 1 до 4 миллиардов долларов Почти в 4 раза А 10 лет назад выручка составляла 350 миллионов Это примерно в 11 раз меньше, чем сегодня Здесь динамика положительная Теперь посмотрим на чистую прибыль Яндекс Она у них не такая уж и стабильная То растет, то падает 5 лет назад их чистая прибыль составляла почти 86 миллионов долларов До прошлого года он у них вырос до 340 миллионов Но в прошлом году показал отрицательное значение То есть в 2021 году они потратили больше, чем заработали Компания объясняет такое снижение несколькими факторами Такими как изменение вклада различных сегментов в выручку компаний Инвестиции в быстрорастущие направления, как Яндекс.Маркет, Медиасервис и другие А также переоценка вложений в ClickHouse в размере 3,5 миллиардов рублей И взнос в размере 1,5 миллиардов долларов в Российский фонд развития информационных технологий Для поддержки российских компаний в продвижении их продуктов и услуг Следующий параметр в нашем чек-листе – это количество акций в обращении Так как мы являемся владельцами кусочка компании, то мы не хотим, чтобы наш кусочек становился меньше А такое может произойти, если компания решит выпускать все новые акции У Яндекса в 2017 году было в обращении 325 миллионов акций Сейчас же их примерно 363 миллиона То есть за этот период они увеличили количество своих акций примерно на 12% Соответственно доля инвесторов упала Дальше перейдем к свободному денежному потоку, или же Free Cash Flow Это реальные свободные деньги, которые остаются у компании после всех трат на поддержание своего бизнеса Эти деньги компания может потратить на обратный выкуп своих акций, buybacks, или же на выплату по дивидендам, погрешение долгов, реинвестирование в свою же компанию, или же для поглощения других компаний Здесь аналогичная ситуация, как в случае с чистой прибылью Значения скачут, а последний год оказался отрицательным из-за увеличенных затрат Их денежный поток вырос с 116 миллионов до 161 миллиона долларов в 2020 году, но в 2021 году ушел в минус на 277 миллионов Среднее значение свободного денежного потока за последние 5 лет составило 68 миллионов долларов Теперь проверим долги компании Это немаловажный пункт, так как если сравнивать две идентичные компании, то компания с меньшим долгом будет для нас более привлекательна, так как она более стабильная, надежная и меньше подвержена всяким кризисам Для начала умножим их средний денежный поток за 5 лет на 5, и это даст нам 341 миллионов долларов Теперь мы хотим, чтобы их долгосрочные обязательства были меньше этой суммы Давайте проверим Сейчас долгосрочные обязательства Яндекс составляют 1 миллиард 750 миллионов долларов То есть они намного больше, чем мы с вами высчитали Чтобы погасить эти долги при нынешнем денежном потоке, им потребуется больше 20 лет Получается, у них довольно большая долговая нагрузка Но зато у них есть достаточно наличных в размере 1 миллиарда 840 миллионов долларов На случай, если придется срочно погашать долги По финансовым показателям прошлись Теперь давайте попробуем вычтить справедливую цену за одну акцию Мы с вами сделаем предположение касательно будущего роста компании И основываясь на этих предположениях, попробуем рассчитать справедливую цену за акцию для себя Так как будущего мы с вами не знаем, нам нужно по возможности сделать более консервативное предположение Чтобы обезопасить себя и не переплатить за акцию Итак, выручка за последние 10 лет в среднем росла на 31% в год За последние 5 лет почти на 38%, а за последний год выросла на 60% Теперь давайте предположим несколько вариантов роста выручки на следующие 5 лет Сейчас компания очень быстро растет, но такой темп роста поддерживать очень трудно Они инвестируют в новые направления, но мы с вами не знаем, что из этого в будущем выгорит, а что нет Так что допустим 3 возможных сценария 15, 20 и 25% роста в год К примеру, за последний год компания заработала 4.21 млрд долларов Если учитывать рост 25% в год в следующие 5 лет, то выручка должна вырасти до 12.840 млн А при росте 15% в год до 8.6 млрд долларов Маржу прибыли давайте возьмем 9, 10, 11% Маржу свободного денежного потока сделаем ниже 4, 5 и 6% Для PNE возьмем значение 16, 18, 20 Для денежного потока сделаем те же значения А для желаемой годовой доходности сделаем 12% в год Что немного выше, чем в среднем дает ETF на S&P 500 Инвестируя в отдельную акцию, мы берем на себя дополнительные риски И чтобы оправдать эти риски, мы хотим получать большую доходность, чем в среднем это делает рынок На основе этих вводных мы с вами получаем следующие цифры Цены варьируют от 10 до 53 долларов за акцию То есть при наших самых высоких ожиданиях максимальная цена за акцию примерно 53 доллара То есть если в течение следующих 5 лет выручка компании будет расти со скоростью 25% в год То заплатив столько, мы можем рассчитывать на среднюю ежегодную доходность 12% с наших вложений Но если мы ожидаем рост выручки не 25, а 20% в год То справедливая цена падает до 36 долларов А при самом медленном росте цена за акцию составляет примерно 20 долларов На сегодня одна акция Яндекс стоит примерно 45 долларов Насколько справедливы наши расчеты решать, конечно же, вам Здесь мы лишь прошлись по финансовым показателям и на их основе сделали предположение Если вас заинтересовала данная компания, то вам лучше сделать более детальный обзор Посмотреть, как развиваются их новые направления и как они могут повлиять на финансовые показатели компании в будущем Возможно, я был слишком консервативен и у компании есть все основания расти намного быстрее, чем предположил я А может и наоборот Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным Напишите в комментариях, что вы думаете насчет компании Яндекс, хотели бы вы ее купить И обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать будущие суперполезные ролики Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца С вами был Ярнар, увидимся в следующем видео Всем пока!